Наверняка вы знаете, что 20-е годы 20-го века называли ревущими, 20-е годы 21-го века тоже удались, хотя и в несколько ином смысле. Ревущие 20-е были временем перемен в обществе, моде, укладе жизни. Человечество оправлялось от Первой мировой и жило на всю катушку. И вот несколько фильмов об этом времени, список, конечно, не исключительный, просто то, что понравилось и в голову пришло. 1. Великий Гэтсби, The Great Gatsby, 2013 год. Роскошный фильм База Лурмана, снятый по роману Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда. Как всегда у Лурмана, фильм «Феерия и праздник», с красивым визуалом, потрясающими нарядами, получил Оскар в этой номинации, и музыкой. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо, Кэрри Маллиган и Тоби Магуайр. Главный герой, Ник Кэрауэй, получает приглашение на вечеринку некоего Джея Гэтсби, очень богатого, очень загадочного и славящегося своими кутежами. Между героями завязывается дружба, но Гэтсби хранит какой-то секрет. 2. Магия лунного света, Magic in the Moonlight, 2014 год. Забавный и ироничный фильм режиссера Вуди Аллена. После Первой мировой появилось очень много различных медиумов, которые помогали безутешным родственникам связаться с погибшими. Одновременно появилось и много разоблачителей. Колин Ферд играет такого разоблачителя, который должен вывести на чистую воду медиума Софи Бейкер, присосавшуюся к богатому семейству. 3. Полночь в Париже, Midnight in Paris, 2011 год. Еще один фильм Вуди Аллена, после которого вам точно немедленно захочется съездить в Париж. Герой его играет Оуэн Уилсон, вместе с невестой отправляется в Париж, где ему каким-то непостижимым образом удается каждую ночь перемещаться в прошлое, в 20-е годы. Он с восторгом встречает своих кумиров-представителей богемы, а затем ему удается переместиться еще дальше в прошлое. 4. Цветная комната, The Color Room, 2021 год. Очень приятный, яркий и уютный фильм про Кларис Клифф, реально существовавшую художницу по керамике, которая создала целое новое направление. Она работала на фабрике, но ей удалось привлечь внимание владельца фабрики и впечатлить его своими идеями. Главные роли сыграли Фиби Данивор и Мэтью Гуд. 5. Артист The Attest, 2011 год. Стильный черно-белый немой фильм Мишели Хазанавичуса, собравший множество наград. В центре интересная тема, на смену немому кино приходит кино звуковое. И некоторые из актеров, даже известных и состоявшихся, не могут найти себя в этом новом мире. 6. Власть пса, The Power of the Dog, 2021 год. Фильм Джейн Кэмпиан, который уже начал собирать награды и наверняка соберет еще больше. Снятый в жанре вестерна, драмы и немного триллера, фильм рассказывает о Филе и Джорджа, двух братьях, владельцах ранчо в Монтане. Джордж женится на вдове, у которой есть сын-подросток, но Фил категорически не принимает новую семью брата. В главных ролях снялись Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст, Коди Смит Макфи, Джесси Племонс. 7. Долгая помолвка, Ун Лон Диман Че де Фиан Кайле, 2004 год. Французский фильм режиссера Жана Пьера Жония, необыкновенно красивый и трогательный, даже немного сказочный, тот же режиссер снял и Амели. Главные роли сыграли Одри Тату и Гаспар Ульель. Через несколько лет после войны, на которой погиб ее жених, Матильда решает узнать правду о том, что случилось, ведь обстоятельства его гибели довольно необычны. Вместе с другими дезертирами его просто вытолкнули из окопа на нейтральную территорию. 8. Легкое поведение, Изи Виорчу, 2008 год. Британская комедия, которая не только веселит, но и хорошо отображает реалии того времени, новая мода, стремление женщин к эмансипации, технический прогресс. Джон, сын аристократического британского семейства, привозит в родовое имение невесту американку, в брюках да еще и за рулем. Семейство фраппировано. Собственно, американка тоже не понимает развлечений и уклада жизни британской аристократии. В главных ролях сняли Сколин Ферд, Джессика Билл, Кристин Скотт Томас, Бен Барнс. 9. Пробуждение, Экстрасенс, The Awakening, 2011 год. Готический мистический фильм на тему медиумов и разоблачения их трюков. Доктор Флоренс занимается тем, что изучает сверхъестественные явления и выводит на чистую воду шарлатанов. Однажды ее приглашают в старинный особняк, где размещается приют для мальчиков, ученики испуганы некоторыми событиями. В главных ролях сняли с Ребекка Холл, Эмельда Стонтон, Доминик Уэст. 10. Невестой Нифос, 2004 год. Греческая мелодрама, но с Демиеном Льюисом в главной роли. Он играет американского фотографа, который плывет в Америку на Атлантическом лайнере. Тем же рейсом путешествуют 700 греческих невест, которые никогда не видели своих женихов. Греков, живущих в Америке. Между фотографом и одной из девушек проскакивает искра. Приятного просмотра.